В поселке Бугры Санкт-Петербурга строится первый и пока единственный в мире храм в честь иконы Пресвятой Богородицы Августовской. С 2010 года действует временное строение церкви. Накануне ее община отметила престольное торжество, на котором побывала и наша съемочная группа. Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы Августовской. Небольшой, уютный, когда попадаешь в него, окутывает ощущение спокойствия, благодати. Сюда спешат прихожане, чтобы объединиться в общей молитве, чтобы приложиться к главной святыне этого Дома Божьего. Лично, вот я сегодня был вопрос, у меня проблема была серьезная. Я вот пришел, буквально 20 минут помолился и тут же получил ответы на душе благодати. То есть она животворящая, икона, там какое-то не особое место. Вот когда становишься, так дух пробирает, до слез прервает. Уже помолишься, попросишь благодати на целый день и идешь со спокойной души. Божественная литургия сегодня здесь отмечают 102 года со дня явления чудесного образа Матери Божией. Она была явлена воином в начале Первой мировой. Тогда шли ожесточенные и упорные бои во Августовских лесах. Русские солдаты попали в окружение и не было уже шансов. Не надеясь выжить и отразить врага, обратились они в молитвах за помощью к Пресвятой Богородице. Ночью им явилась Пресвятая Богородица, рукой указуя на запад, показывая путь ко спасению и воссоединению со своими войсками. Наутро, следуя путем указанным Пресвятой Богородице, воины были избавлены от гибели, без потерь и без ранений, незамеченные врагами, прошли и воссоединились с основной армией русских войск. По сей день этот образ почитаем среди воинов, сотрудников силовых ведомств МЧС и казачества. Кроме того, Пресвятая Богородица Августовская ходатается за семьи. Перед ней молятся о даровании детей, благополучном создании семьи. Радостно, что молодежь приходит в храм. Дети просто прибавляются, с каждой службой у нас увеличивается количество детей. Это, конечно, радостно. Поселок растет, мы очень ждали этот храм. Я в свое время, когда еще не было храма, ездила в Дивеево и подошла к настоятельнице и просила, говорю, матушка, очень хочется, чтобы у нас в Буграх был храм. Она говорит, будет у вас храм в Буграх. И вот я приехала, и на следующий год у нас заложился вот этот вот первый наш небольшой, но очень уютный домашний храм. Прихожане ждут строительства большого храма. Вот так он будет выглядеть. Это станет не только местом молитвы верующих, но и главной достопримечательностью и центром культурной жизни поселка Бугры. А сейчас крестный ход к месту строительства. По окончании молитвенного шествия состоялась братская трапеза и праздничный концерт. Там просторным небом синий Богородицы покров.